Короче говоря, мумия ожила. Это случилось во время моего отпуска в Египте. Ещё с памперсов я мечтал сюда приехать, и вот наконец-то моя мечта сбылась. Стоп, ребята! Поставьте этому видео лайк, и ваши мечты всегда будут сбываться. Марк, у меня отличная новость. Завтра мы поедем на экскурсию на пирамиды. Мы увидим одно из чудес света своими глазами. Вначале я чуть не выпрыгнул из штанов от радости. А потом приплёлся чебурек со своими всеслышащими локаторами. О, я тут слышал, ты на пирамиды собрался? А мумий ты не боишься? Какой мумий? Древний мумий фараона Чебутхамона. А, существует легенда, что как только мальчик, которому исполнилось 5 лет, и который на ютубе наберёт 320 тысяч подписчиков, увидит пирамиду Хеопса, то мумия восстанет и придёт за ним. А-а-а! Чебурек, ты глупости говоришь! Никакой мумии не существует, она только в музее существует, и та не настоящая. Глупости не глупости, а я с вами завтра не поеду, зелее буду. Ночью мне спалось очень плохо, и постоянно снились кошмары про эту мумию. Мумию! М-м-м, уйди! Отцепи свою мучая мумия! Маркуха! Доброе утро! Просыпайся, сегодня нас ждут пирамиды! Я никуда не поеду! Я не хочу, чтобы я мумия забрала! Что за ерунда? Вылазь оттуда! Каждый хочет увидеть пирамиды! Всё-таки папка был прав, что я из-за каких-то чебурековых шуточек лишу себя такого удовольствия? Ну уж нет, не дождётся шаурма ушастая. Прошло несколько часов, и я уже был в Каире. Это столица Египта и самый большой город в Африке. Здесь протекает самая длинная река в мире – Нил. И в ней водятся крокодилы. Жалко, что чебурек со мной не поехал. Может быть, он здесь гену своего встретил? И, конечно же, здесь, в городе Гиза, находится одно из чудес света – великие пирамиды. И сфинкс, кстати, тоже. Ещё совсем капельку, и я увижу это всё своими собственными глазами. Сейчас вот только в музей каирский схожу. И сейчас, сейчас я увижу эту древнюю груду камней. Вот они – пирамиды. Это, кстати, пирамида Хеопса – самая высокая из всех пирамид. Вот бы съехать с самой верхушки, как с горки. Вот скоростуха будет. Сейчас, сейчас, попробую наверх забраться. О, нет, здесь такие глыбы здоровенные. Ладно, наверх не залезу. Пойду тогда в пирамиды и заберусь. О, там такой узкий туннель и уходит прямо вниз. Ну чё, рискнуть своими молочными зубами и залезть в пирамиду? Залезу, конечно. Я же не такой ссыкляк, как чебурек. О, чё-то стрёмно как-то. А вдруг там ловушки какие-то? Во, это я в самой гробнице пирамиды нахожусь. Ой-ой, ещё и потемнело резко. Нужно выбираться поскорее. Я же, я же ещё сфинкса не увидел. О, а вот и сфинкс. Это вам не какая-то лысая кошка. Это получеловек-полулев. У него тело льва, а голова человека. Он охранял вход в пирамиды. О, я древняя мумия Чебурхамона. Где тут мальчик, который мне нужен? Я иду за тобой. А-а-а, мумия, она пришла за мной. Да ладно тебе, Маркуха, это я. Ты думал, я действительно останусь дома, вместо того, чтобы увидеть всё это? Да, Чебурхик меня хорошенечко пранканул. Да ладно тебе, давай вместе наслаждаться этим шикварным видом. Короче говоря, мумия ожила. Короче говоря, родители забыли про мой день рождения. Всю неделю я был в отличном настроении. Потому что скоро 16 сентября. День моего вращения. Папа и мама ходили, правда, как ни в чём не бывало. Даже не спрашивали у меня ничего насчёт подарков. 100% сюрприз мне готовили. Ребята, а вы любите сюрпризы? Если да, ставьте этому видео лайк. А мне осталось всего 7 дней потерпеть и дождаться свой сюрприз. С каждым днём, правда, это было всё сложнее и сложнее. Наконец-то настал этот день. Ура! 16 сентября. Сегодня мне 5 лет. И первый меня пришёл поздравить кто? Конечно же мой кудлатый друг Чебурек. Хэппи бёздэй ту ю. Хэппи бёздэй ту ю. Хэппи бёздэй гер Маркуха. Хэппи бёздэй ту ю. В общем вот, Марк, я тебе дарю кекс со свечкой. Но съем его я, потому что сладкое детям вредно. И ещё вот часы, чтобы ты никогда не опаздывал и всегда вовремя выкладывал для подписчиков новые видео. Круто, спасибо, Чебуречек мой любимый. Кстати, ребята, а вы знаете, что будет лучше подарков от вас? Конечно же, это подписка на мой канал. И лайк по этим видео. Лайки, лайки, чтобы сейчас слушать. Такие подарки самые приятные. Марк, а родители тебя уже поздравили? Нет, они мне какой-то сюрприз готовят. Марк, ну что ты ещё в кровати валяешься? Беги завтракать. Тебя на кухне уже манная каша ждёт. Вот сейчас поем эту кашу, а потом родители мне как бабах. Так, сюрприз, торт, шарики и все вот эти дела. Марк, ну что ты мечтаешь за кашей? Поторопись, мы в сад опаздываем. А что, я сегодня в сад иду? Ну, конечно. Сегодня что, праздник какой-то, что ли, а чтобы в сад не идти? Ничего, думаю я по дороге в сад. Это отвлекающий манёвр. Мама специально делает вид, что никакого дня рождения нет. Чтобы я сильнее от сюрприза обрадовался. Но после сада никакого поздравления всё ещё не было. Маркуша, побежали скорее домой. У нас сегодня генеральная уборка. Ладно, думаю я. Вот сейчас поубираю, а потом родители меня как поздравят. Сынуля, ты молодец, справился. Теперь давай быстренько кушать, потом купаться и ложиться спать. Я думал, они меня хоть после ужина поздравят. Они что мне сюрприз посреди ночи устраивать будут? Эээ, родители, стесняюсь спросить. А сына вы своего когда с днём рождения поздравлять будете? В смысле с днём рождения? В прямом? 16 сентября сегодня вообще-то. Марку, 5 лет исполнилось. Чебуречек, глаза раздуй. Сегодня же 15-й. У Маркуфи завтра день рождения. Короче говоря, родители забыли про мой день рождения. А ещё я хотел сделать вам приятное. И в честь своего дня рождения снять для вас видео. Ответы на ваши вопросы. Свои вопросы вы можете оставить в моём инстаграме. Под последним фото. Ну и не забудьте, конечно же, подписаться. Чтобы первыми увидеть мои клёвые фоточки. Ну что, ребята? Посмотрите и другие видео на моём канале. Ставьте видео лайк. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.